Приветствую, дамы и господа! Вы попали в рубрику JavaScript. Сделай это сам. И сегодня в нашей виртуальной мастерской мы с вами сделаем свой ванильный jQuery. Зачем мы этим занимаемся? Все просто. Затем, чтобы лучше понимать JavaScript. Прежде чем приступить к разработке, давайте определимся, для чего необходима эта библиотека. Другими словами, какие проблемы она решает или решала. Если вернуться в прошлое и вспомнить то, что было 5 или даже 10 лет назад, то мы выясним, что при доступе из JavaScript к именам CSS-свойств имена отличались. Отличалось использование API для доступа к конкретным HTML-атрибутам. Отличалась работа с сетевыми запросами. Более того, я уверен, что мы могли бы долго искать и перечислять все эти отличия. На фоне этой ситуации появилась библиотека jQuery, которая предоставляла единый интерфейс для разработчиков и пыталась скрыть разницу между браузерными API. Возвращаясь к настоящему, отмечу, что на сегодняшний день мы уже практически не замечаем той большой разницы между браузерными API. И, наверное, это будет не совсем честным в современных условиях реализовывать jQuery, тем более, что мы могли бы отказаться от него полностью в сторону ванильного JavaScript. Однако это нас не остановит. На экране представлен наш план разработки. Что ж, давайте двигаться по нему. Начнем с написания модуля. Для реализации модуля будем использовать самовызывающееся функциональное выражение. В ранних версиях jQuery вы могли видеть такую запись, где в качестве аргумента ожидается undefined. Но не передается. Дело в том, что на тот момент была актуальная спецификация ECMAScript 3, где была возможность изменения значения undefined. Со следующей версией спецификации значение undefined стало неизменным, поэтому мы его можем опустить. А в качестве первого аргумента мы передаем глобальный объект, в нашем случае это объект Windows, и мы потенциально можем использовать в качестве среды Node.js и JS.DOM и получить тот же результат, что и в браузере. Добавлю, что на данный момент модули jQuery реализуются с помощью AMD и Require.js, но чтобы не усложнять реализацию, мы становимся на реализации модулей с помощью IIFE, самовызывающееся функциональное выражение. Чтобы выполнить код в произвольном месте страницы, мы должны дождаться того момента, когда дом будет полностью загружен. jQuery это реализуется с помощью передачи функции в качестве аргумента функцию $ или функции jQuery. Для того, чтобы реализовать данную возможность, необходимо определить тип аргумента для нашего ванильного jQuery. Если этим аргументом будет являться функция, ее необходимо выполнить в контексте документа, в тот момент, когда будет загружен дом. Для этого мы слушаем необходимое событие и после выполняем накопленные функции или исполняем эту функцию сразу, если дом уже загружен. Реализация представлена на экране. Далее, для нашего ванильного jQuery необходимо реализовать работу с выбранными элементами из дома без постоянного инициирования. Для этого мы проверяем, в каком контексте была вызвана функция. Если контекст отличается от функции ванилла jQuery, тогда мы создаем экземпляр ванилла jQuery. Бонусом к такому подходу является возможность использования прототипа функции, чем мы воспользуемся в будущем для расширения. Теперь давайте реализуем поиск и хранение ссылок выбранных дом-элементов. Для этого воспользуемся методом querySelectorAll из документ. И в этом случае, если в качестве аргумента нам приходит уже дом-элемент или список дом-элементов, то мы их сохраняем. Отмечу, что внутри оригинального jQuery используется библиотека sizzle.js, у которой больше возможностей по выбору элементов из дома. Но для нашей реализации querySelectorAll более чем достаточно. Для того, чтобы внешний синтаксис расширений ванилла query был похож на jQuery, добавим новое свойство для ванилла query, которое будет ссылаться на прототип. Ванилла query позволяет нам обращаться к выбранным из дом-элементам. Там же мы можем описать простой метод, который позволит изменить любой стиль дом-элемента через обращение к свойству style для указанного дом-элемента. Так же хочу обратить ваше внимание, что мы возвращаем из этого метода значение this, что позволит нам создавать цепочку вызовов. подобным же образом, обратившись к свойству classList и воспользовавшись методами add или remove, мы сможем добавить или удалить CSS-класс соответственно. также, имея доступ к выделенным узлам, мы можем совершать и любые другие манипуляции. Например, на экране представлена реализация методов для удаления узла или изменения текстового содержимого. Переходим к самому интересному – к обработке событий над дом-элементами. Наверное, самый болезненный вопрос, на мой взгляд, это то, где хранить обработчики событий для дальнейшего удаления. И опять же, на мой взгляд, самый простой способ, в кавычках, это подцепиться к глобальному объекту или конкретному дом-узлу. Я выбрал второй способ. Теперь при добавлении обработчика мы помещаем ссылку в массив обработчиков в дом-узле. А при удалении обработчиков удаляем эту же ссылку из массива обработчиков. Что ж, выглядит все очень просто. Теперь напишем свой простой плагин через самовызывающуюся функцию «Kvanilla jQuery» для выполнения аякс-запросов, которые в качестве аргумента будут принимать ссылку на функцию «Конструктор Vanilla Query». Реализация этого плагина очень простая для демонстративных целей. Теперь вы приблизительно понимаете, как можно написать свою реализацию jQuery. На экране продемонстрированы возможности написанной нами библиотеки. Для детального изучения кода вы можете обратиться к указанному репозиторию. Спасибо за внимание! Редактор субтитров А.Семкин